На тренировку, как на праздник, крытый каток на стадионе «Спартак» и призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин в час принимали до 70 юных хоккеистов. Нагрузка приличная. Для 8-летнего Руслана Шевцова занятие с именитым гостем тоже стало не первым за день. Третьим. Открылось второе дыхание и со всеми заданиями справился. Мы отрабатывали скольжение на льду и играли. Надо было взять правой рукой и проехать там все клюшки, четыре клюшки и доехать до своей точки. На одной половине поля начинающие хоккеисты отрабатывали технические моменты. На другой учились держаться на коньках дети из детских домов и реабилитационных центров. Каждый имел возможность посмотреть и перенять опыт известного спортсмена. Я с удовольствием откликаюсь на подобного рода мероприятия, потому что считаю это, наверное, одно из тех направлений, которые мы должны как можно больше и чаще развивать и популяризировать. Потому что привлечение массовости в, ну неважно какой, в хоккей, в футбол, в фигурное катание, оно дает определенный такой фундамент, платформу для дальнейшего, дальнейших роста и достижения каких-то больших целей. Во второй день зимнего фестиваля на лед вышел Алексей Ягудин. Тройных тулупов и флипов участники мастер-класса и журналисты не увидели. Никаких особых секретов спортсмен тоже не открыл. Зато поделился своей личной жизненной установкой. Знаете, я часто в последнее время говорю эту фразу, что из обезьяны человека сделал именно работу. А труд? Ну нет никаких секретов. Просто надо просить из-за уж такой простой человеческий сленг поднимать свою задницу с дивана, с теплого, нагретого и удобного, мягкого и идти и тупо работать. За два дня Винтерфеста познакомиться и пообщаться с известными спортсменами смогли 400 ребятишек разных возрастов из Благовещенской и Свободного. В подарок от организаторов фестиваля третья детская спортивная школа получила шесть ассистентов юного фигуриста. Снаряды, за которые можно держаться, когда только учишься кататься на коньках. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Денис Лугов, Дмитрий Тарасов. Программа Город.